Помпея, Рим, Иерусалим. По опыту музеев мира в Севастополе реконструирует заповедник Херсонес-Таврический. 19-я куртина и 16-я башня – сооружение античной фортификации. Аналогов нет во всем Северном Причерноморье. Но вот как выглядят исторические объекты, помнят только те, кто бывал здесь 20 лет назад. Именно столько они простояли за гниющими строительными лесами. Когда эту рухлец, простите, разобрали, то нашим глазам открылась такая страшная картина. Внутри находились страшные пустоты, которые нарушали инженерное единство этого строения. Методом инъектирования через специальные входы были сделаны заполнения под высоким давлением этих пустот. На материал для реставрации тратиться не пришлось. Использовали аутентичный херсонесский камень. Из такого же измельченного известняка сделали раствор. Им укрепляли каменную историческую кладку. Рука реставратора буквально каждого камня коснулась по нескольку раз. После того, как убрали леса, которые простояли здесь пару десятков лет, стену пришлось очищать от биологического материала, временных наслоений, мха, грибка и солей. Сейчас она даже по цвету отличается от соседней стенки. Но это уже исправит время. Все реставрационные работы подрядчика контролировали сотрудники музея. Возможно, благодаря их внимательности удалось сделать открытие. В толще камня нашли капсулу с запиской. Ее 50 лет назад заложил ученый, поэт, художник, доктор наук Лев Фирсов. Вот у меня ощущение, знаете, что, наверное, Фирсов сказал спасибо за то, что вы отреставрировали картину. Наверное, он об этом мечтал. Реставрация оборонительной стенки – начало больших перемен в Херсонессе. Обновление фортификационных сооружений позволит обустроить там вход. Теперь гости попадать в античность будут с исторического порога. Обновленную стенку включат в новые маршруты, в том числе и ночные. Они будут платными. Мы с вами должны понимать, что вкладываются колоссальные средства. И я должна сказать, что в нашей книге отзывов даже есть вопросы посетителей, приезжающих из других регионов страны, которые с некоторым недоумением спрашивают, а почему у вас бесплатно? Потому что люди понимают, что объем работ, который предстоит сделать, характер этих работ огромен. И надо понимать, что все эти деньги, которые аккумулируют в своих руках любой музей-заповедник, прежде всего идут на развитие музея. Ночная жизнь в древнем городе начнется 28 июля. Гостям покажут проекционное шоу об истории Херсонесса. Атмосферу в темное время суток создаст и подсветка археологических раскопок. В этой части музея уже заменили сети электричества и водоснабжения. Есть у нас и другие направления. Они связаны с обустройством новой входной группы, появлением скульптурной инфографики, появлением сенсорных киосков, которые будут дополнительно рассказывать уникальные данные, уникальные факты об истории того или иного археологического комплекса, который находится здесь. А все это мы совместно прорабатываем с музеем. Общая стоимость проекта – 75 миллионов рублей. В нее войдет и просветительская работа. Будут читать лекции для школьных учителей, чтобы севастопольские ребята занимали только первые места на Олимпиадах по истории. Реставрацию музея продолжат. Уже есть задания на работы в северной и западной частях Херсонесса. Вы только подумайте, в 2015 году Херсонесс Тавричевский становится Российским федеральным музеем. В 2016 году на деньги, выделенные Министерством культуры Российской Федерации, уже делаются проекты. И вот он, 2018 год, и вы видите реализацию этого проекта. Ну, я более скоростных историй не знаю. Менее трех лет понадобилось, чтобы снова запустить в работу многие заброшенные объекты. Есть результат. В первом квартале 2018-го музей посетили на 150 тысяч людей больше, чем в прошлом году. А затем, как оживает история, наблюдали Юлия Ефремова и Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя.